Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Вера в Бога. Лоренцо Бартолини. 1833-1836 год. Мрамор. 93 на 43 на 61. В 20-летнем возрасте Лоренцо Бартолини отправился в Париж, где учился в Академии живописи. И уже в 1803 году получил серебряную медаль за успехи. Таким образом он приобрел круг заказчиков. Среди них оказался и Наполеон Бонапарт, который настолько был доволен своими портретами, что велел открыть для скульптора мастерскую в Караре. Когда император пал, Бартолини перебрался во Флоренцию, где и работал до своей кончины. После Кановы слава первого императора Италии принадлежала именно ему. Живописный портрет Бартолини Кисли Энгера, друга скульптора, открывает нам личность, богатую духовно и интеллектуально. Как и Энгер, художник следовал сформулированному им правилу сначала изучать природу, а затем создавать идеал красоты. Роза Тривульцио-Польди Пиццоли, мать Джана Джакома, став вдовой в 1833 году, попросила Лоренцо Бартолини создать для семьи скульптуру, содержание которой носило бы утешительный характер и все же выразило одиночество и смирение с потерей. Художник воплотил чувства в фигуре молодой обнаженной женщины. Выразительность работы и тонкость мастерства скульптора принесли ему славу среди современников. Прежде чем работа оказалась во владении клиентки, она была показана во Флоренции в Парме, а в 1817 году в Миланской академии Брера. Копия произведения находится в государственном Эрмитаже. Ну вот так фрации о работе Лоренцо Бартолини, Вера в Бога, 1833-1836 год, Мрамор. Пока-пока, до свидания. Текст по книге Великие музеи мира. До свидания.